С праздником! 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 Вы назвали меня путинской пропагандист. Человек, который хочет независимости своему государству, оказывается является пропагандистом путинских идей. Это чистой воды психологическая манипуляция. Это вы ходите по высоким европейским кабинетам и пугаете европейских чиновников распадом России, говоря о том, что Россия распадется на много маленьких и опасных государств. В республике Саха ядерного оружия нет. Опасными мы быть никак не сможем. Распад России – это единственное, что спасет Европу и весь западный мир от будущих угроз со стороны агрессора. А сейчас, Юлия, я задам вам вопрос очень простой и буду на него ждать публичный ответ. Зачем вам, русским, республика Саха? Прекрасное выступление. И она фактически ответила на все вопросы. Но я хотел бы немножко тоже сказать по поводу вот этого стратегического форума с Словением. Во-первых, я не хотел бы, чтобы мы обманывались и думали, что Юлия представляет и выражает интересы всех тех, кто находится за рубежом. Это далеко не соответствует действительности. В самой среде вот этих либерал-демократов считают ее выскочкой, считают, что она не имеет права. Собственно говоря, отсюда, наверное, и второе мое, ну то, что видение, смотрите, унаследовало. От императора, императрица унаследовало трон. Был Навальный, а теперь Навальный. И то, что Навальный работает на российские спецслужбы, я говорил 10-15 лет назад, с момента его появления. Когда он начал давать такие глубинные материалы, которые имеют доступ только к государственным органам. Ну, я хочу, чтобы наши зрители понимали, кто такие русские олигархи. У русских олигархов у каждого есть такая система электронной, не только защиты, а электронного внедрения посильнее, чем у ФСБ. То есть у каждого из них есть возможность. А почему? Потому что банками владеют они, значит, они обладают всей полнотой информации банковской. Они владеют и другими разными структурами разнообразных наших дел и нашей деятельности, и людей, и общества в разном направлении. И они обладают, обладают информацией на недвижимость, обладают информацией на какие-то активы, обладают информацией. И появилось понятно, что Навальному эту всю информацию сливает. Я даже своим друзьям называл возможного, предполагал, я до сих пор не уверен в этом, но я предполагал, кто его, какой олигарх его содержит, какой олигарх его движет. Близкий к Путину человек. Не надо сейчас, не думаю, это очень важно. То есть фактически Навальный работал на ту же контору. Он работал под крышей одного из олигархов, и он выполнял работу. Его убили. Его убили, а его жена прилежно продолжает работать на убийц своего мужа. Она унаследовала этот трон, и она прилежно. Вот посмотрите, буквально неделю назад, ровно то, что говорил Путин, слово-слово повторяет Навальный. Она говорит, что историческое культурное единство народов России. Но извините, те люди, которые, в том числе и вот эта прекрасная представительница Якутии, Саха, мы же говорим о разделении по этно-национальному признаку. Да, нас культурно подтянули, исторически все эти годы, а то и столетия, мы находились на правах покорённых народов, покорённых, на правах тех транссортных людей, которые разное время то нас называли туземцами, то нас называли национальной окраиной, то нас называли чёрнозадами и так далее. То есть вот эти эпитеты, которые они нам всегда давали, это указывало, какое мы имеем место в русском обществе. Оно всегда имело весьма и весьма сомнительное место, если вообще это место было второсортного, а то и совершенно бессортного человека. И поэтому нам нет надобности кому-то отвечать и с кем-то говорить или спорить о том, что мы должны делать и доказывать, почему мы это должны делать. И совершенно откровенно мы можем заявить, я имею в виду нерусские народы российского государства, что все эти народы оккупированы, каждый этот народ хочет. Я бы ответил бы этой женщине из Якуты, что они хотят от Якуты. Алмазы, дорогая, они хотят ваши алмазы. Что же ещё? Конечно, понятно. И поэтому мы с самого начала, обращаясь к либерал-демократам, говорили, а что вы это, тусуйтесь отдельно. Давайте вместе соберёмся и вместе, глядя в глаза друг к другу, будем ставить неудобные вопросы и будем получать удобные или неудобные ответы. Они сделали всё, чтобы уклоняться, они тусуются где-то, нет у них единства. Они амбициозны, они хотят унаследовать трон Путина, они не хотят менять систему управления, они не хотят даже менять вертикаль власти Путина, потому что это удобно, потому что они идут не освобождать русский народ. Все вот эти люди, которых я вижу и суетятся, и мечтают о власти, они хотят ровно точно так же, как это делал Путин, они хотят обогашаться. Здесь нет никакой, скажем, надежды, что народы, нерусские народы в России, они могли бы обрести. Более того, ведь никто из них не осудил принятые законом, что национальные языки были факультативные, что их можно не изучать. И вот идёт откровенная русификация людей, народов, откровенно внедряется ложная культура русских, откровенно пытаются внедрить цели русской цивилизации, русского мира, и всё это по совокупности. Вот ещё раз говорю, отсылая буквально неделю назад, тоже Путин философствовал. У меня такое сложилось впечатление, когда я слушал Навальную, что и Путину, кстати, Руслан Айсен, мой друг, правильно говорил, она читать-то не могла, видимо, не совсем с мозгами дружить-то, и, видимо, первый раз читала, и так запиналась и терялась. Так вот, текст, мне кажется, как будто и Путину, и Навальной готовили одни и те же люди. Поэтому большой привет Навальной и ФБК. Мы знаем, кто вы, мы знаем, чего вы хотите. Мы ничего против вас не имеем. Вы даже не представляете, мы вообще о вас и представлениях, хотеть-то не хотим. Живите своей жизнью, но вы зашли к нам в квартиру, и извините, вы там, где мы кушаем, вы сверете. Я проношу извинения. Вы прямо в туалет превратили нашу кухню. Мы уже устали вонь ваших пекалий нюхать. Мы просто говорим, давайте не только разные санузлы будут у нас, давайте квартиры мы будем строить разные. И тогда мы совершенно о вас думать не будем. Мы не будем заморачиваться на том, с кем вы живёте, с кем вы встречаетесь, за спиной кого, что вы делаете. Нам это неинтересно. У нас должна быть у каждого своя жизнь. И поэтому генеральная доктрина нерусских народов российского государства – это построить своё государство. Построить своё государство для того, чтобы сохранить свою культуру, свой язык. Каждый народ имеет свою национальную идентичность, свои национальные особенности. Этот народ хочет сохранить свои особенности. Они хотят быть именно особенными. Но они хотят быть особенными на своей территории, исторически и унаследованной Богом данной им территории. Вот посмотрите, насколько это правда, насколько здесь нет никакой фальши, никакой лжи и никакого посягательства на что-то другое, на что-то, чьё-то другое. Люди хотят у себя на территории жить так, как они хотят. И поэтому, я думаю, это очередной выпад Навальной, это череда тех атак, которые бомбардируют европейские государства, Соединённые Штаты Америки, правильно она сказала, я об этом говорю с самого начала, что на территории национальных республик никогда не были размещены стратегическое оружие. Не было там ракет с ядерными боеголовками. Нам нечего освобождаться, мы свободны от оружия. Вот. Вы, русские, должны быть освобождены от этого оружия, потому что вы представляете опасность. Вы трусы, и поэтому вы никогда на территорию другой страны его не примените. Вы опасны тем, что можете применить оружие, как это предлагала Маргарита Симонян где-нибудь над Красноярском, или же применить в Курской области. Вот это вы можете. И не зря у вас поговорка «бей своих, чтобы чужие боялись». И вот этому принципу вы придерживаетесь, и этим вы и живёте. И поэтому это череда звено вот той выстраиваемой цепи. Если они выйдут на волю, они будут представлять из себя опасность, и эта опасность принесёт какие-то там неудобства европейским странам и Соединённым Штатам Америки. В эфире военная программа. Я и ведущий Александр Сладков. Мы находимся в Чечне, недалеко от Гудермеса, на одной из закрытых военных баз. Сейчас я попробую перечислить некоторые части соединения Министерства обороны, которые принимали участие в боевых действиях. В первую и вторую компанию. Посмотрите, морская пехота, Тихоокеанский флот, Балтийский, Черноморский, Северный, Каспийская флотилия, спецназ ГРУ со всей страны, не менее 7 бригад, воздушно-десантные войска, 137-й полк из Рязани, 119-й из Нарафаминска, 51-й из Тулы, мотострелковые бригады, 74-й Юргинская, 136-я из Буйнаска, 138-я из Питера, 135-я из Прохладного, 131-й из Майкопа, мотострелковые полки, 255-й из Волгограда, 81-й из Самары, 1-й и 15-й из Подмосковья, из Алабина, из Таманской дивизии, 245-й из Поднижнего Новгорода. Это очень хорошая информация от первого лица. Это я для сведений некоторых украинских блогеров, журналистов, которые пытаются ужалить чеченцев, как-то ужалить, наверное, правильно, как-то задеть. Все, что вы сегодня видите и чувствуете на себя, все это мы уже попробовали. Если вы услышали Сладкова, он сейчас и вашу войну украинскую освещает, продолжает, несмотря на свой возраст. Так вот, начиная так, Тихоокеанского и Балтийского флота, Черноморский и все прочие, и пехота, и морская пехота, и морские силы были задействованы в Чечне. Мы прошли через это. Мы знаем цену того, что они делают и как они двигаются, и как они достигают своей цели. Поэтому я бы порекомендовал бы, когда будут такие принимать решения, по крайней мере, выдавать какое-то мнение, делайте это очень осторожно, потому что устами самих же русских мы просто можем опровергать то, что вы питаетесь нам в качестве истории, ведь рассудила. История растудила. И сегодня даже в новейшей истории, оглядываясь назад, можно увидеть и услышать, кто и как двигался. И поэтому давайте не пытайтесь каким-то образом противопоставлять чеченцам и украинцам. Чеченцы, мы чуть раньше здесь говорили, воюют на стороне Украины. Я обязательно сейчас, вот в эти дни, я не хочу обращаться к президенту Украины, Зеленскому, я обязательно сделаю по поводу того, что кто-то убивал чеченцев, меня это задело, задело это очень много тех, кто воюет на стороне Украины. Они должны услышать, они должны знать, что есть вещи политически корректные и преступные. И здесь если они это не знают, то можно провести небольшую политразъяснительную работу. Теперь, что касается русских демократов, либералов, действительно среди них есть очень порядочные люди. Действительно среди них есть люди, которые понимают, осознают, но они все являются заложниками их целей. Их цель прийти к власти. А русские мыслят именно этими категориями. Вот Юлия Навальная, Карамурза, кто этот еще с ними на пару там был, они говорят, русские тут ни при чем. Нет, что русские там заложники, ничего подобного. Даже вот эти русские либерал-демократы пытаются понравиться именно русским подавляющим своем большинстве, которые и строят и в душе, и в сердце держат вот эти цели унижать, покорят и вот эти нерусские народы. Мы обратно будем каждый раз, когда мы будем обсуждать это, мы будем приходить. Почему? Какую цель преследуют? Точно так же, как Навальный поставил вопрос. Мы же понимаем, что они следуют какой цели? Они пытаются понравиться русским избирателю. У них цель прийти к власти. Я же говорю, пока задница Путина, точнее, его задница нагрета и кресла пока не остыла, они хотят это святое, священное место занять и управлять, и зарабатывать деньги, и обогашаться. Но, друзья, делайте это как хотите, но только не за счет того, что вы нас убиваете, что вы у нас язык отнимаете, нашу культуру вы отменяете. Вы нам внедряете ложные ценности. Я с 90-х годов выступая на разных конференциях в России говорил, у нас герои разные, я и русским говорил, тех людей, которых вы называете героями, у нас называют преступниками и людьми, которых надо преследовать. У нас понимание героя разное. Мы по-разному воспринимаем этот мир, мы по-разному относимся в самом обществе к людям, и поэтому мы не можем. Это синтез невозможного. вот почему по сегодняшний день мы пытаемся не раствориться вот в этой русскости, потому что раствориться там это совершать преступления против родителей, против детей, против соседей, против общества, против всего, что угодно, против самих себя. Мы так мало хотим, мы так мало хотим, мы просто хотим на своей земле жить отдельно, со своим уставом, и вот такие ложные посылы, когда говорят, вот мы уйдем, а они пересорятся. Какое твое дело? Пусть мы там все умрем, убиваем друг друга. Тебе-то, что ты же так и так нас ненавидишь. Вот тебе есть возможность и засловить, и рукоприскать, и получить удовольствие, что ты все это знал. Поэтому это очень сложно, и это очень просто. Просто потому, что мы как насквозь видим, какие цели они ставят, и почему они нас хотят. Вы знаете, ведь много раз задается вопрос, у нас такая маленькая территория, почему вот эти люди не отпускают нас? Во-первых, подавляющее большинство, если не полностью всего большинства этих людей никакого отношения ни с боку, ни с припеку не имеет собственно к русским. Для того, чтобы в последующем вот этих русских обвинять в чём-то во всех грехах они же всё награбленное вывозят в Лондон, США, в Тель-Авив, они же совершают преступления укрываются в Израиле, Израиль не выдает своих. По совокупности вот всё это для того, чтобы козлов отпущение находить, они нужны нам для того, чтобы всегда извините мне, под рукой находился козёл или... Понимаете, вот в этом и есть главная причина, почему, собственно говоря, ну, одна из причин, почему нас и не отпускают. И поэтому мы понимаем их, мы понимаем, что они двигаются к своей цели, к власти, но мы им просто хотим предложить. Давайте мы просто договоримся, вы идёте через своего избирателя к своей власти, а мы потихоньку сливаемся и попытаемся как-то организоваться и свою жизнь, свой быть обустроить в рамках своего государства на своей территории. Я думаю, вот таким образом мы должны это повторять, мы должны это говорить и мы должны это каждый раз приводить в качестве примера из Сладкова и других, они же много проговариваются, и вот когда мы будем находить, особенно вы, Инна с Андреем, вы очень много такие вещи анализируете, вы буквально вытаскиваете их, и это очень прекрасно, ваши передачи, разоблачительные материалы, они как раз соответствуют тому, что вообще и в последующем надо будет делать. Мне кажется, по крайней мере, я говорю за себя, мы немножко, когда говорили за Запад, когда говорили за Соединенные Штаты Америки, за демократию, мы сами себе нарисовали некую такую безупречную картину поведения, картину отношения. Это не такая. Дело в том, что мы можем на примере отношения Соединенных Штатов Америки к Украине посмотреть, они фактически издеваются над Украиной. Сколько времени было, тянули разными своими там действиями, своими политическими, да, это их политическая жизнь, жизнь, которая полгода тянули принятие решения выделения денег Украине и за все это время сколько убитых невинных украинцев. Россия имела все преференции в продвижении преимуществов и в оружии, и в боеприпасах, и в численности армии. Принято решение, теперь это решение не притворяется, затягивается выделение денег, запрещается применение оружия. То есть я говорю еще раз за себя, я идеализировал этот запад, я идеализировал его, и я думал, что там чуть ли там не святые люди, которые с пониманием, нет, такие же потребители, такие же потребители, мне даже кажется порой, что они хотят больше сладкой жизни, вкуснее есть, и они все через призму того, а что я буду иметь, если я это буду делать. Вот и все, чересчур много активов, и остаются они американцев, британцев в России. Вот эти сказки, буфер, Китай, да, если Китай, если Россия развалится, Китай заберет свои территории, однозначно. Я же говорил, я же говорил, я же давно вот эти посылы делаю Америке, договоритесь с Китаем, когда Китай отойдет от этой территории, ваши американские активы, точнее активы ваших граждан американцев пусть останутся за вами, а территория будет у Китая. Вот здесь идут самые большие разборки. Да плевать они хотели на русских, на Россию. у американцев интересы там, в России. Они лучше нас знают, что Россия давно не только не буфер, а инструмент в руках и Китая. Все заключается в интересах. Посмотрите, Россия не прекращает создавать свое оружие. Самая продвинутая часть электроника и все прочее этого оружия российского поставляется и продолжает поставляться из Америки, из Европы. обходят стороной, если бы они хотели, бы этого не было. А почему поставляются? Это интересы, это бизнес, это зарабатывание денег. И вот здесь, в этой войне козлом отпущения является Украина и украинца. И к великому сожалению, вот обратно были надежды на Рамштайн. Обратно думали, что вот сейчас-то они после того, что произошло в Полтаве, после того, что произошло во Львове. Ну все, все уже, все уже прошло, уже пора сказать, стукнуть кулаком и сказать, все, получайте. Ничего подобного. И вот эта линия, я же всегда об этом говорю, в самой администрации Байдена есть две линии, определяющие поведение президента Соединенных Штатов Америки. Это Остин, министр обороны и госсегретарь. Блинкен и есть помощник президента по национальной безопасности и руководитель ЦРО, которые и выстраивают отношения. Одни говорят, Украина должна победить, другие говорят, что Украина не должна проиграть. Это совершенно разные отношения. И вот обратно, казалось бы, Блинкен победил, группа Блинкена победила. Но нет. Обратно отходит, обратно. Теперь игра в выборы предвыборной кампании. Там нельзя делать это или нельзя делать другое. При всем том, что мы обвиняем, в том числе и я, мы обвиняем Трампа, самое активное выделение оружия и достаточно серьезные санкции против России были именно при Трампе. Трамп сразу летальное оружие из живой линии и первые стингерсы появились именно при нем. Сразу никаких разговоров быстро были поставлены и не зря сейчас наверняка Путин не играет, когда он говорит, что Россия делает ставку именно на вице-президента, а не на Трампа. Здесь тоже очень сложно и очень сложно. Нам бы плевать, кто там будет президентом Соединенных Штатов Америки, если бы это не касалось Украины. Если это касается Украины, это касается нас всех, нас всех в постсоветском пространстве, нас Кавказ это касается. Мы поэтому переживаем не меньше, чем украинцы. Поэтому мы и воюем на стороне Украины, мы боремся на стороне Украины, и мы все свои анализы, расшеты строим собственно говоря, и почему мы сегодня изучаем внутреннюю кухню Соединенных Штатов Америки. пытаемся понять, что они будут делать, к чему они идут, и каким образом они будут полезны, или же они навредят Украине. Вот через призму всего этого мы и выстраиваем отношения. Поэтому мои друзья, уважаемые зрители, все сложно. Еще раз говорю, я идеализировал Запад по совокупности США и Европу, и, к сожалению, и в гражданском обществе, европейском, я сейчас нахожусь в Европе, и с некоторыми людьми вступаю в контакт, какие-то там взаимоотношения, очень-очень инфантильные. Я не понимаю, я не знаю, когда-то будет пробуждение. Один мой друг мне говорит, ну, товарищ, скажем так, слушай, Руслан, говорит, посмотри, Европа и США в отношении Украины ведут преступное, предательское, а может быть, было бы разумно Украине, Кавказу, всем объединиться с Россией и дербанит Запад. Вы можете представить, они доводят, и, кстати, этот большой сторон Украины, вот вы понимаете, безысходность и такого поведения Запада люди начинают строить именно, и вот такие мысли появляются в головах людей. Поэтому очень сложно и судить тяжело. И я будем надеяться, будем надеяться, что все-таки. Но здесь еще раз, пожалуй, я последний штрашок скажу, Украине надо уже политическому, военному руководству с пониманием относиться. Я думаю, надо меньше уже ожидать от США и от Европы какой-то помощи. Украине. надо немедленно мобилизовать все свои ресурсы и строить свою военно-промышленную структуру, военно-промышленную комплекс надо выстраивать, им надо самим создавать свое оружие. И оружие возмездия не американское, а украинское. И чем быстрее они этого будут делать, тем быстрее они заполучат победу. Особенно когда стало известно, что Иран баллистические ракеты поставляет России. Казалось бы, все и красные, и желтые, и все линии, все цвета, которые существуют в мире, они перешли, и пора уже, давайте, давайте разрешение, чтобы уже применять оружие. У меня есть объяснение на это, я сейчас об этом просто не хочу говорить. И это такое циничное, и скорее всего так оно и есть. Я не думаю, что Америка впихнула их туда, это было желание скорее всего Украины, Украина молодое государство, для того, чтобы обозначить свою суверенность, свою государство в такие международные организации, именно особенно молодые государства вступают и с удовольствием. То есть это лишний раз утверждение и обозначение, что это независимое государство, которое берет на себя международные обязательства. Но Соединенные Штаты Америки это страна, которая может стать по одну сторону и по другую сторону, если весь мир станет, они могут, но по крайней мере, позиционировать себя как достаточно серьезную силу. Поэтому они себе это может позволить. Израиль по известным причинам имеет серьезнейшую поддержку и Европе, и США, и поэтому Израиль тоже себе может позволить, тем более, чуть раньше говорил, люди принадлежащие к этому народу совершают тягчайшие даже преступления, приезжают туда, если бы они из мусора не вышли бы, то они должны были поставить просто на конвейер выдавать этих людей, поэтому им это было бы не совсем сподручно, потому что они по конституции Израиля своих не выдают. Я сейчас не затрагиваю ни мораль, ни принципы, почему это они делают. Неважно, Израиль так поставил, Израиль так и делает. И поэтому логику поведения Израиля я тоже понимаю. Что касается Украины, не думаю, что сейчас Украина будет заниматься вопросом выхода из мусора или не выхода, потому что Украина значительно больше других вопросов. Мы же с вами понимаем, мы понимаем, что даже когда Путин ехал в Монголию, Монголии тоже достаточно молодая, слабая страна, она тоже в этом мусе представлена. Представьте себя Монголию, которая находится прямо зажатой между Россией и Китаем. Китай там, хотя большая часть монгольской территории находится оккупирована Китаем, Китай до сих пор совершенно откровенно не скрывает свои аппетиты на всю Монголию. И вот когда имеется такой сосед и они применили бы вот эти обязательства МОЗ против Путина. Нет, конечно. Мы должны просто с пониманием относиться. Теперь ООН, вот казалось бы, самая важная, самая главная организация. Просто вот организации, так скажем, по интересам. Люди собираются, болтают, сплетничают, какие-то глупости говорят, вроде бы серьезные мужи приезжают, то рукоплешут им, то их ругают. В равной степени ВОЗ и поныне стоит там. Никуда не сдвинулся и никакие решения ООН не являются, ну, скажем, обязательными. Хотя по принятому решению, когда создавался ООН после Второй мировой войны, но это осталось только одни декларации. Дальше этого не пошли и поэтому мы должны с пониманием относиться, что мир ожидает изменения. Если вот это мировое сообщество хочет все-таки находиться в каком-то правовом пространстве, нужно будет изменить, убрать и ООН, и МУС, и Хрюс, и прочие дела, и создать нечто сильное и большое дееспособное. Вот я думаю, вот таким образом я вижу это и даю оценку, почему это произошло и что нужно ожидать в последующем. Вот этот стратегический форум, он проходил в Словении, и выступление Навальной, здесь выглядело, ну, по крайней мере, неудачно. Было, потому что сама Югославия, она развалилась, и Словения, и Хорватия, и Черногория, ну, и так далее, и Бошни, и Герцоговина, они разошлись, они воюют, они образовали, вот она, находясь вот в этом историческом, совершенно недавнем происшествии, событие, она совершенно противное хочет внушить, находясь в одном из государств, где, собственно говоря, это и произошло. Теперь, что касается, да, скажу откровенно, Запад и Соединенные Штаты Америки, я это не по рассказам, я на достаточно высоком уровне и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки встречался с людьми и около помощниками президента, депутатами разных рангов, ну, очень высокого уровня, представляющие государство. И вот они действительно, вот эта работа, которая ведется демократами, она все-таки имеет, они с ушей-то и не слазают, они-то говорят, если Россия развалится, в этом случае все народы начнется хаос и побегут к вам, то есть Европу, к вам в Америку, и вам надо принимать этих людей, вам надо этих людей где-то расселять, где-то это хлопоты для вас, они не хотят, чтобы были хлопоты, какие-то проблемы у них, и, конечно, с этой точки зрения у них тоже есть вот такое ожидание и непонимание, и приходят, я, например, писал ряд аналитических материалов на английском, на французском, на немецком языках, где я по полочкам раскладывал и говорил, если развалится Россия, и если национальные регионы или этносы, они обретут свою независимость, в этом случае вам не надо принимать их, они к вам не побегут, вы, наоборот, построите с ними отношения, дайте им новые технологии и промышленности, сельского хозяйства, это очень трудолюбивые люди, они будут трудиться и развивать свою страну, больше того, я эту мысль развиваю и говорю, вот это, вот эти народы, если передовые технологии, вооружение вы дадите, вот как раз они реально будут являться тем буфером, который будет сдерживать Китай от проникновения в Россию, в Европу, вы с Россией себя просто обманываете, Россия уже давно инструмент в руках Китая, то есть здесь очень было много объяснений и здесь антрополог, я же вижу, он очень образованный, он очень много вещей и дает анализ правильно, у нас тоже есть это понимание и мы пытаемся тоже в свою очередь достучаться и сказать нет этой опасности, более того, те люди, которые сбежали со своих регионов, со своих республик под нажимом преступной, оккупированной, промосковской власти, они вернутся к себе домой, когда все будет налажено, нам не нужна Швейцария, она у нас дома, у себя, и моря у нас есть свои, и черная, и Каспийская, Кавказ от моря до моря, и поэтому в этом отношении работаем мы очень много, но такие опасения у Европы есть, он правильно говорит, и они оглядываются именно и в том числе на это, и тем более их вот эти опасения, они укрепляются тем, что есть люди, которые им под разным соусом подают, что именно так и произойдет, что потом будут проблемы для Европы. в равной степени это то, о чем мы собственно и говорили, и в начале говорили, и здесь кто стоит за Навальна, я думаю, она унаследовала это от мужа, я абсолютно убежден эту информацию Навальному предоставлял один из олигархов, который имеет доступ ко всему, потому что спецслужбы этих олигархов ничуть не хуже по своей силе, значимости и осношению, особенно научному осношению, они сильнее даже ФСБ, и поэтому они стоят. Здесь очень правильно поставлен на вопрос построение постпутинской России. Сейчас именно так оно идет и внутри самой России. Мне порой даже кажется вот эти последние инициативы Путин даже и не пресекает, он не думает, что такое происходит, потому что это исключительно построение постпутинской России, построение отношений в российском обществе постпутинской России. Это преследование мусульман, это вот это противопоставление мусульман и русских, создание русских общин, ну и так далее. Здесь большое количество примеров, мы с вами об этом говорили, это тоже категории именно постпутинской России. И они вот по совокупности внутри самой России ФСБ достаточно активно и не стесняясь делает это, и вот так или иначе или же прямые агенты российских спецслужб, или же имперцы, которые придерживаются той же политики, тех же ценностей, они вот вкупе и получаются сейчас и занимаются построением первых, скажем, ветвей, первых вот этих начал постпутинской России. Вот все это и есть как раз вот эти инициативы именно для этого и направлены. Китай провозгласил, Китай уже картографии Китая сделала, везде, во всех ведомствах, министерствах активно продается карта, когда озеро Байкал это уже внутреннее озеро китайского государства, Китай все свои территориальные притязания изъявил и уже на карте изложил. Это говорит о том, что и никто, ни один депутат, ни один общественный деятель не выступил и не пикнул, выражая претензии к Китаю. Они все это проглотили и после этого даже Путин полетел и наверняка в тех кабинетах, в которых Путин где-то встречался, висела та же карта, когда часть территории, которую Путин называет своей, Китай считает своей территорией. Что касается правительства Чеченской республики Ичкерии, я думаю, это правительство выполняет историческую роль обозначения чеченского государства и проведения всех мероприятий, которые должны будут вести и привести к тому, что будет и состоится деоккупация. Но я думаю, правительство претерпит огромных изменений непосредственно уже, когда мы вернемся к себе страну и когда мы ее воссоздадим. И в правительстве, и в общественных институтах чеченского народа соберутся лучшие люди. Мы должны не только в рамках правительства, мы должны эти рамки значительно расширить. должны собраться люди, которые преследуют не какие-то меркантильные цели, чтобы пробраться, управлять, рулить, где-то должности заиметь. Люди, болеющие за страну, за государство, вот из этих людей должна быть сформирована некая группа, совет, как угодно назовите его, и вот вот эти люди и не допустят этого. для этого предварительно проводится много работы. Я совершенно не стесняюсь и не скрываю, нет такого села Чеченской республики, где не было бы активистов, с которыми мы живую сегодня поддерживаем связь партии национальной независимости и Ассамблеи народов Кавказа. Эти все люди придерживаются единственной идеи деоккупации, и восстановлении чеченского государства. Все придерживаются этой цели. И все сейчас, я понимаю, этот вопрос, он больной, я думаю, если суждено, мы на этой площадке будем и о каких-то перспективах построения и нового государства, а восстановлении своего государства и поведения правительства, об этом тоже надо говорить, потому что люди хотят услышать, что все-таки видят в последующем, какая работа будет выполняться правительством. Я народ, я не правительство, чтобы мы четко понимали. Когда я говорю, я говорю от имени народа, я рядовой чеченец, который выражает свое мнение, но я чеченец, который абсолютно убежден, что мое мнение, мнение моего соседа, мнение того, моего односельчанина, который сюда выходил и звонил и писал, что его тоже мнения будут услышаны. Вот это все мнение, оно должно быть по совокупности сформулировано, и это должно сделать и правительство, а правительство должно провести такую работу, чтобы собрать лучших людей, ответственных людей, и мы должны выстроить некую концепцию для того, чтобы у нас не было противоречий, чтобы у нас не появились банды. Уверяю вас, Россия давно нам подготовила банды под разными предлогами, прекрасные религиозные идеи, демократические идеи, и, кстати, эти петушки уже и кукарекают уже, и потом, в последующем они будут заявлять о себе, что это некая сила, чеченцы должны сегодня уже иметь понятие и понимание, что вот эти все игры, они должны быть в корню пресечены, если мы хотим иметь государство. И те люди, которые управляют чеченским правительством, и собираются в последующем управлять, они должны, точнее, они не должны думать, как они будут восседать на троне, они должны иметь четкую программу, как они будут бороться и воевать против приносимой в чеченское общество произвол. Если вот это состоится, тогда мы будем обязательно сохраним свое единство. И, пожалуй, еще один штрих. Вот эти все какие-то локальные стычки, я забыл, кто задал вопрос, вопрос, это очень глубинный, очень серьезный вопрос. Вот эти локальные стычки, каждый раз они были организованы российскими спецслужбами. Каждый раз. Каждый раз Россия давала им деньги, каждый раз Россия давала им оружие, каждый раз провокаторы, агенты, сотрудники российских спецслужб возглавляли и управляли этими процессами. Нам нужна будет очень серьезная воля, чтобы откровенно сказать, что мы этого не допустим, если нам надо будет, и надо будет просто этих людей очень жестко пресекать. Без этого ничего не получится. Если мы думаем, что Россия оставит свои потуги, чтобы нас, чтобы мы не состоялись, высочайшая степень заблуждений. Они, будучи мертвыми, будут молить не за твои души, а будут делать все, чтобы нам, нам, кавказцам, чеченцам не позволить, чтобы мы состоялись. И вот это понимание должно быть. И мы, рядовые чеченцы, не члены правительства, не руководители ведомств, каких-то там, учреждений, а рядовые чеченцы. Мы должны здесь приложить огромное усилие и поддерживать правительство. Если правительство движется в правильном направлении, если правительство делает шаги, которые и укрепляют нашу страну, укрепляют экономику, а без экономики мы ничего не сможем сделать и жить, и строить государство. Это очень большой вопрос, но это больной вопрос. Я этому человеку благодарен, что он думает, уже думает об этом. Я глубоко убежден, я надеюсь, я обратно ссылаюсь на тот актив, который имеется у меня, у моих друзей. Мы вправе рассчитывать, что у нас ничего не произойдет. Почему? Потому что начиная от Герзеля и заканчивая Серноводством есть люди с пониманием, и это понимание обязательно будет надо будет его купировать. какое-то политическое решение, чтобы все было хорошо на нашей земле. и не ,